доброго времени суток дорогие друзья с вами алексей мы продолжаем работать на нашей виртуальной ферме вот за кадром прошел год игровой год и до само до окончания самого главного нашего курса осталось буквально три дня что я сделал за этот год ну во первых вырастил урожай собрал его что порадовало так это огурцы вот с этого поля 20 на 32 кажется да я собрал огурцов почти 25 тонн друзья из-за этого пошло пришлось построить еще один вот такой вот маленький склад где собственно эти огурцы у нас хранились до продажи и продал я их почти за 65 тысяч так что друзья поля с огурцами у нас рулят ну а сейчас у нас уже практически весна скоро возобновятся работы в полях и из техники я приобрел еще два вот таких вот трактора садовый трактор взял и взял трактор как он там это с трактор это с оба они были в удручающем состоянии но благодаря техникам которые приезжают ремонтируют мы их восстановили до более менее приемливого состояния вот такие вот дела вот такие вот дела также для мелкого садового трактора купил вот такой вот плужок небольшой тоже купил в состоянии металлолома но его тоже починили там буквально копейки стоила реставрация поэтому в общем то тоже будет неплохим подспорьем на начальных этапах так ну и поехали поехали ждем три дня и наш главный герой будет что называется гуру сельского хозяйства практически пчеловоды наши всю зиму ходят к пчелкам проверять как они там отдыхают зимнюю спячку но я их не снимаю на самом деле зимой мало движений на ферме так пусть хоть эти ребята туда-сюда бегают перец 24 дня помидорки 31 день давайте уже ускорим этот процесс так а это что такое небольшой цех по производству сока построй чтобы получить 10000 блин ну не знаю нам это наверное пока недоступно ну-ка посмотрим где там эти цеха вообще по производству сока мельница небольшой цех по производству это она нет изготавливающий замороженные продукты да вот он по производству сока не доступна в актуальном сценарии то есть нам его все равно пока что не дадут сделать а до какого нужно построить до июля нет навряд ли нам это дадут сделать поэтому поэтому ждем пока что окончание годовых курсов наших навоз периодически продаю тоже заполняется за зиму там по тонне по две платят за это копейки это больше ради того чтобы он просто не залеживался не пропадал авось кому-то и пригодится вот траву тоже пришлось продать почти 17 тонн есть почти 17 тонн травы почему потому что тоже к весне она уже практически испортилась поэтому как-то так но зато силоса 18 кубов силоса 18 кубов и так мы завершили курс годовой сельскохозяйственной школы и теперь наши работники меня в шутку называют ваше плодородие обращается ваше плодородие чем мне заняться то сейчас вот подожди весна настанет будет тебе чем заняться не будешь знать куда убежать от работы поэтому ждем ждем весну вот она у нас нарисовалась что называется фикс отрешь так и сразу же сразу же хотелось бы начать вспашку полей так что у нас где росло в прошлом году гречиха рапс люпин так поменяем мим местами давайте вот это поле вспашем да я действительно хочу удалить поле вот трактор это сплук радон и наша несомненная ли она кувер которая супер сильный механизатор у нас все работой за зиму кстати прокачал всех работников абсолютно до 5 уровня вот теперь они у нас супер грамотные вообще бесценные работники что называется попробую поищи таких так и давайте вот эти вот поля тоже все таки подготовим под под сады давайте выберем вот допустим садовый трактор и выберем к нему плуг и у нас зоя потапова тоже за зиму обучилась механизации поэтому пускай пашет пускай пашет так а здесь у нас ли она да поехала взбучивать почву что называется хорошо хорошо какой еще там курс курс садовников нам надо завершить давайте мы посмотрим где он у нас находится курс для садовников 6000 два месяца простите два месяца давайте давайте проходить также курс для садовников так вот немножко механика мне не всегда понятно почему бы с того конца поля не начать нет приедет сюда сейчас развернется да ну и поехал отсюда ну да бог с ним давайте посмотрим как будет работать садовый трактор а чё то как то вообще мимо с смотрите она мимо сиденья села почему ты так сидишь уважаемые ну да ладно наверно наверно и так удобней просто выглядит это как то ну мягко говоря у ты блин я думал сейчас начнет тэти вспахивать яблами перепугался уже ну и посмотрим как сейчас у нас будет работать садовый трактор вот вот в принципе тоже довольно таки неплохой аппарат единственное что к нему подключать простите к нему подключаются ограниченное количество техники ввиду того что сам трактор маломощный вот но яблоки я уже собирал в прошлом году с его помощью он подъехал с прицепом работники уже не бегали на склад а сгружали яблоки непосредственно в прицеп и таким образом уменьшалось у нас время сбора урожая так ты у нас освободился да давай второе поле да я хочу уничтожить рапс катастрофа да давай работай работай так еще было бы не кисло одного механизатора нанять потому что у нас есть культиватор и у нас есть третий трактор да трудоустроить давайте посмотрим Злата Савельева вот неплохо может справляться с тракторами и Жанна Рябова 530 зарплата а у Златы где она 460 давайте Злату наймем вот сюда вот сюда так и таким образом она вот это поле уже сможет сразу же культивировать трактор рега как это нет доступных машин в смысле а пахота нет пахоту мне не надо культивацию вот уже лучше уже лучше хорошо что по влажности здесь нормально так ну в теплицах смотреть наверное бессмысленно надо траву полить с клубникой как клубника нормально уже растет уже через 24 дня будет плодоносить в общем-то неплохая культура 3-4 урожая за год может даже больше смотря там как мы ухаживать за ними будем так ну и работников у нас что-то сильно дофига сачкует 3 из 11 свободные давайте пусть опрыскают наверное что ли вот против грибка давайте опрыскаем все работайте работайте ребятишки так отлично далее поле номер двенадцать тоже мы вспашем выберем садовый трактор выберем плуг и выберем зойка пускай сады обрабатывает это во первых во вторых вот это поле тоже вспашем из под люпина да я хочу удалить поле на котором растет люпин это с радон все работайте работайте дамочки у нас по моему трака на тракторах только девушки ездят да такие суровые фермерши здесь идет опрыскивание блин прям химатака прям химатака завершена культивация вот плохо что приходится ждать пока всю технику поставят на места так теперь культивируем вот это поле зойка точнее злата не убегай далеко и 226 тысяч у нас есть давайте мы ее прокачаем по самое не хочу о нормально телепортировалась сюда и пошла отсюда вот почему там не развернуться и не пойти назад в трактор нет кстати садовый трактор освободится после вспашки может быть его поливать отправить единственная проблема что поливать он не сможет вот с этой бочкой поэтому давайте наверное прикупим вот в этот маленький гараж поливалочку опрыскиватели опрыскиватели к сожалению бэушных нету поливалок да? так а новая сколько она стоит? 3000 ну пусть будет новая боже мой там из-за этих полторы двух тысяч не особо хочется разоряться в смысле тратить время ждать какого-то более выгодного предложения я вон тракторы неплохо купил в ужасном состоянии и из них сделали более-менее работоспособные агрегаты вот видите вот этот вообще был трактор в хламину в стиме кто скриншот видел он полностью был ржавый и на меня прикалывает как она сидит на полу практически да? вот явно же мимо кресла может это особенность работника может особенность все-таки самой техники да? так и здесь у нас что там вспашка закончилась да? а культивация у нас только только сейчас начнется так хорошо ты кто? лиана не уходи далеко вспашка еще нужна на двух полях вот это поле надо вспахать из-под кукурузы смотрите как сейчас телепортируется оп и уже отсюда пошла все пускай работает ага везут нашу поливалочку судя по всему это она нет? да сбросили сбросили под навес чем хороший этот навес тем что он маленьких агрегатов шесть штук все-таки вмещает а не три это естественно радует так культивация идет здесь у нас сейчас начнется вспашка так вот отсюда может как-то скриншотик сделать давайте наверное забабахаем скринчик вот так больно больно вид красивый когда вот все трактора на полях работают блин вот здесь культивировать придется нанимать другие трактора да? к сожалению вот для этого садового трактора культиваторов у нас не продается вот если мы сейчас посмотрим трактора вот садовый трактор и к нему цепляются только вот плуг поливалка прицеп опрыскиватель для садов и сажалка все к сожалению культиваторов мелких никаких не имеется у нас так культиватор бросил нет не бросай не бросай не бросай эй а понятно все вот теперь можно поле 5 культивирование на машинах злата савельева работай злата работай не красота какая а техника на ферме все таки рулит вы представьте сколько времени бы заняло это у работников так вот это поле из-под огурцов тоже нужно вспахать действительно да действительно хочу трактор этос лиана давай все садовый трактор у нас освобождается сейчас мы будем поливать 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 траву и три работника других у нас свободны пускай наверно клубнику опрыскают от сорняков допустим да пускай трудятся нефиг задницу просиживать в домике для отдыха чё с пчелками пчелки еще наверное да пчелки еще не трудоспособны у нас пчелки еще дрыхнут так поле с травой полить на машинах автоматически смотрите само выбралось да садовый трактор разбрызгиватель и зойка которая у нас мимо сидения садится все пускай трудится что там с курсами курсы идут потихонечку курсы садоводчества с садовника правильно да курсы для садовников называются они и пошел полив у нас ну работает действительно как старый насос какой-то водяной да прикольная установочка блин звук мне нравится серьезно так что у нас где два тракториста у нас свободный да здесь все закультивировано так давайте наверное закультивируем вот это для начала да давай культивируй тут мы тогда не сможем да культивировать ну хорошо значит будем вносить удобрения вот на эти поля так выбрать навоз естественно на машинах автоматом давай злата будешь натурпродукт по полям раскидывать так вы чё ребятушки закончили да судя по всему забрызгали все полностью все здесь у нас закончился полив красота просто красота так а этот трактор мы теперь ничем пока не сможем да блин вот почему к нему допустим та же косилка не цепляется было бы хорошо если можно было прицепить косилку так и вот это поле 12 тоже нам нужно будет закультивировать ну пускай работают смотрите влажность как все таки уходит быстро так первое число зарплата пошла удобрено удобрено культивирование давайте теперь здесь удобрим хорошо так все культиватор сейчас пускаем вот на эти поля а те поля у нас надо будет удобрять да так четверо болтусов у нас свободны то у нас ничем не занят садоводы и огородники у нас пока что сачкуют но скоро скоро должна клубника созреть так помидоры перец недолго им остается бездельничать вот конечно во время сбора урожая рабочих рук наоборот дико не хватает комбайн я купить к сожалению не могу нам сценарий не позволяет этого сделать и вот тогда появляется необходимость в сезонных работниках но сезонные работники опять таки не дают для них построить дом по сценарию так удобрено удобрено и здесь тоже давайте удобрим все пускай работают а тем временем 10 дней курса для садовников уже у нас пройдено так культиватор освободился да и делаем и вот смотрите уже начало апреля у нас уже поля практически все подготовлены к посеву ну не чудо ли это же просто прелесть это просто красота так влажность здесь влажность на клубнике нормальная у остальных полей тоже влажность более-менее так все все три поля у нас удобрены да хорошо можно удобрять сады теперь удобрение навозом конечно чем же еще все пускай сады удобрит и потом уже сажать мы можем и садовым трактором правильно нам нужно посадить вишню нам нужно посадить груши так с культивацией мы закончили спаха на закультивировано это все хорошо так а вот разбрасыватель у нас один теперь да так но но у нас освободился трактор и чтобы он не простаивал мы теперь вот здесь допустим давайте посеем давайте посеем люпин во вперед что называется вперед что называется вперед много-много много-много лишних телодвижений совершают работники вот смотрите поехал набрал навоз потом поехал удобрил потом вернулся выгрузил остатки навоза поехал поставил трактор на парковку вот если бы была возможность сразу сказать удобрить вот это поле потом удобрить вот это вот это было бы гораздо легче и проще а так очень много лишних телодвижений происходит так поле номер одиннадцать удобрены поле номер двенадцать тоже нужно удобрить все тем же навозом ничего нового выдумывать пока не приходится у нас просто кроме навоза больше нечем удобрять по большому до счета вот эти вот телодвижения мне напоминает юморезку одну из девяностых начала двухтысячных женщина горит открывает кошелку достает сумочку закрывает кошелку открывает сумочку достает кошелек закрывает сумочку открывает кошелку кладёт сумочку кошелку закрывает кошелку открывает кошелек достает рубль закрывает кошелек и так далее и тому подобное вот так же и здесь происходит вот с этими прицепами с navозом так тут у нас уже все взошло да и трактор у нас свободен Так, здесь мы давайте гречиху посеем. Семена гречихи на машинах. Все, вперед. Вперед и с песней, что называется. Как у нас дела у наших коровок? Так, у них трава силос, но по факту кормим силосом, рожью и пшеницей. А еще рапса чуток. Периодически надо вот так вот делать. Во, теперь силоса будет больше, видите, у них пищевой рацион хороший. Трава-то закончилась. Постоянно подбирать автоматически я не делаю, потому что, когда мы собираем яблоки, я бы не хотел, чтобы яблоки шли корм на коровам, на корм коровам. Поэтому подбирать автоматически я включенной эту функцию не оставляю. Так, здесь у нас гречиху посеяли. Хорошо. Далее, вот эти поля у нас, получается, удобрены. Правильно? Правильно. А вот эти поля у нас неудобрены. Так, удобрять. И сюда. Интересно, пока мы не закончили курс садовников, нам позволят посадить... Так, минутку. Высев. Грушевое дерево. Вот. Тебе необходимо 24... 24 саженца. Давайте попробуем купить. Вишню пока не буду покупать. Почему? Потому что вдруг нам не позволят посадить, и саженцы пропасть могут. Вот, поэтому... Так, а тут у нас... Здесь люпин, гречиха, вот здесь рапс. Рапс надо посеять. Семена рапса. Нету семян рапса, серьезно. Тебе необходимо килограмм. Так, каждый раз так тыркать. Это мне... Семена рапса. Давайте, скажем, не 100, а килограмм 50 возьмем. Так, это что у нас приехало? Это у нас, скорее всего, саженцы приехали, да? Да, грушевое дерево. Давайте попробуем посадить грушевое дерево на машинах. Вот, смотрите, и для работников нашлась работа. Только единственное... Нет доступных машин. В смысле, а к садовой сажалке же цепляется... К этому трактору же должно цепляться. Нет, разве? Ну-ка, я еще раз посмотрю. Садовый трактор. Ну, садовая сажалка цепляется к нему. Что не так-то? Так, посадить... Грушевое дерево. На машинах. Вот, садовый трактор. Сажалка. И здесь автоматом. Так, ну, тракториста, наверное... На сажалку не надо сажать. А сюда мы посадим, вот, допустим, корнилия. Все, пускай работают. Пускай работают. Так, а мы чем займемся? У нас трактор свободный еще есть. Трактор Рега, правильно? И нам должны подвезти сейчас семена рапса. Вот. Семена рапса приехали, отлично. Идет дождик. Но посеву это не помешает. Говорят, сеешь в грязь, будешь князь, да? Все, пускай злато. Рапс у нас сеет. Так, здесь 13 дней, здесь 6 дней. Влажность нормальная. Ждут, смотрите, ждут, стоят. Вот так вот. Пошли груши сажать. Молодцы. Молодцы. Вот и сады у нас будут. Настоящие. Так, идет посадка. Где? А, за семенами ездила. Понятно. Понятно. Так, а ты что стоишь? Здесь удобрено культивирование. Вот здесь надо удобрять. Навоз. На машинах. Вперед. Что называется, вперед из песней. О, гляньте-ка, у нас созрел красный перец. Это хорошо. Это хорошо. Сейчас освободятся наши садовые. Хотя... Блин. Так, раз груши нам дали посадить, давайте мы выберем теперь. Ух ты, у нас семена кукурузы скоро испортятся. Нифига себе. Надо продать. Вот, оказывается, семена вот так вот на будущее покупать опасно. В большом количестве, да? Могут испортиться. Так, что там еще нужно нам? Вишня. Данифе. Вишня. Вишневое деревце. 24. Купить. Все, перец, наверное, немножечко у нас подождет все-таки. Пчелки как тут? Вот, смотрите, уже горячиха вроде как появилась, да? Медоносные цветы. И рапс мы посеяли. Ну, замечательно. Замечательно. Так, сейчас подождем, пока разгрузят нам деревца. Блин, 4 грушевых деревца осталось. Вот какого? Давайте семена кукурузы мы продадим, а то испортится скоро, да? Где-то они здесь были. Так, а где семена кукурузы? Так, а где семена кукурузы? А, продать надо, вот. Семена кукурузы. Вот эти. А, так они не все испортятся. 2,48. А, как мне выбрать вот именно те, которые... Так, почему-то не удаляется. Таким образом. И точка не нажимается. Ладно, сделаем 3. Ну-ка. Так, что происходит, не пойму я. 2,48 килограмм, 97. Вообще все продалось. Короче, непонятно, как эта система работает. Но не суть. Давайте сюда назначим на сбор урожая. Так, садовника, наверное, пока... Садовника и корнилия скинем. Вот София пускай в одиночку пока убирает. Мне нужно засадить здесь вишни. Вишневое дерево. На машинах. Нет доступных машин. Есть доступные машины. Что вы мне рассказываете? Во! Трактористку только не надо. А вот корнилия сюда. Все. Пойдет. Пойдет. Так, и что мы будем сажать вот сюда? Давайте посмотрим, что у нас есть на складах. Так, подсолнечник, грушевое дерево. Люпин, пшеница, рожь. Кукурузы дофигища. Вот я бы посадил рожь и подсолнечник, допустим. Давайте вот сюда вот посадим подсолнечник. Серьезно, его 2 килограмма всего сюда надо? Ну, хорошо. Два, так два. Все, все трактора вроде как заняты. Здесь у нас уборка перца. Сейчас начнется. Вон дамочка с корытом, с этим тазиком идет. Так, а ну-ка, кыш. Птичка. Блин, пугало поставить. Вот пугало тоже недоступно пока. По сценарию. Так, а нам тем временем желательно бы, наверное, продать грушевые деревца. Четыре штуки. Иначе пропадут просто-напросто. О, саженцами загрузилась. Давай, он тебя уже ждет. Тут сладкая парочка. Они в ряд выстроились по ранжиру. Кто шагает дружно в ряд? Садоводческий отряд. О, сквозь трактор. Все правильно. Так обычно и делается. И повез кататься. Давай, протряси их там полностью. Вот так вот. Вишня пошла. Отлично. Отлично. Что у нас дальше? Здесь поля засажены. Здесь идет посев подсолнечника. И здесь, что я говорил, рожь. Семена ржи. Вот. Докупить 10 килограмм. Вот интересно. Смотрите, подсолнечника нужно всего 2 килограмма. А ржи 10. Я так думаю, что это потому, что подсолнечник у нас сажается сейлкой точного посева. То есть, она через определенное расстояние по одному семечку вносит. А другие сейлки, они рассыпухой вот так вот идет рядок. Правильно? Наверное, поэтому семян, допустим, ржи, пшеницы или другой такой культуры, рапса, к примеру, требуется гораздо больше, нежели семян подсолнечника кукурузы, да? Хотя, по размеру семена подсолнечника гораздо больше, чем, допустим, те же семена пшеницы. Все. Вишню мы посадили. Отлично. Теперь нам нужно продать оставшиеся вишневые деревца. Да нет же, не биржи машин. Это что было, молния, что ли? А, еще не привез, не сгрузил, да? Как-то странно, освещение моргает. О, о, что за ужасы нашего городка. Какая-то забагованность. Ну да ладно. Все, сады у нас этот год будут расти. На следующий год, я так думаю, что начнут они плодоносить. Так, все, должны были сгрузить у нас вишневые деревца. Остатки, да? Остались. Давайте продадим. А то испортятся. Так, здесь больше никакие семена у нас не портятся. Не буду я их по 100 килограмм покупать. Наверное, килограмм по 20 буду брать. Может, даже и меньше. А может, и вообще не стоит брать. Захотел поле засеять, купил сколько надо. И все. И не лежат они, не тухнут. Блин, что с освещением? Немножко непонятно, что происходит. Ну да ладно. Так, 37 дней осталось. И мы изучим курс для садовников. Будет у нас следующее задание. Растет. Здесь я хочу посеять рожь. Вот здесь уже обычная сейлка. Все. Пускай работают наши трудяги. Да, долго будет перец собирать в одиночку. И, к сожалению, трактор с прицепом нельзя подогнать к теплице. Потому что здесь машинный труб недоступен. Клубничка. Клубничка у нас созрела. Так, тракториста мы в резерве, наверное, оставим. А хотя, что ему делать? Больше трактористу делать нечего. Нехай работает, наверное. Да, пускай работает. Не все баранку крутить. Остальные поля у нас все засеяны. Подсолнечник, рожь. Все. Нормально. Ну что, друзья, трудимся. Трудимся. И ждем окончания курсов для садовников. Но произойдет это, друзья, наверное, уже в следующей части. Вот. А на сегодня у меня все. Если вам видео понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. И увидимся в следующей части. Всем удачи. И всем всего. Так, надо на помидорки толпу кинуть. Все. Всем пока.